Девушки отдыхают Посмотрю на обложку Репортаж двухлетней давности был переписан и вставлен заново Очень длинные и бессмысленные статьи По моим стандартам, ни одна из прошлых публикаций не является удовлетворительной Раньше Иммортал занимал очень высокое место на рынке Но теперь это не так Вам придется постараться и начать все заново Вы намерены нас дотянуть до топ-3 во всем мире? Нет необходимости произносить красивые слова Извините, младший редактор Я хочу сказать несколько слов Действительно, мы не первые в мире Но в Китае Китайцы любят читать полезную литературу Значит, журнал о моде не должен говорить людям, что лучше А нужно позволить им самим сделать выбор Так думают все У нас будет собрание завтра Пожалуйста, подготовьтесь И покажите реальные способности И еще Если кто-то будет вести себя так же, как этот стажер, несерьезно Просто выговором он не отделается Это было пугающе Он собирается нас уволить? Сестра Джуин Что нам делать? Сестра Джуин Его отношения То, как он с нами разговаривает Никто не привык к такому Мы все взрослые люди Но он отчитал нас, как школьников Что случилось? Он даже выгнал собрание нового стажера Хорошо Он действительно сказал, что моя колонка о красоте хуже рекламы в соцсетях А мое окно моды уродливее, чем худшее платье знаменитостей А мои статьи вогнали его в сон Они что, помогают расслабиться, что ли? Думаете, директор замолвит за нас ловечко? Мне очень жаль Я не собиралась смеяться Простите Ладно, больше не заговаривай об этом У меня нет настроения Я пошла есть Ну вот, как всегда Простите, простите Перекуси и расслабься Это правда не из-за меня все-таки подавленные? Все нормально С тобой на собрании было намного веселее Не беспокойся об этом Пойдем Пошли Пора выпить кофе Все на самом деле в порядке Моя дорогая Ты не задумывалась, почему ты пришла ко мне сегодня обсуждать помощника редактора Бай? Ты думаешь, что слова младшего редактора Бай слишком суровые? Или ты думаешь, что он издевается над нашими маленькими цветочками? Или ты просто злишься на саму себя? Сначала мы должны упорядочить наши мысли, моя дорогая Но он так ведет себя уже на первом собрании Ты помнишь, в чем суть нашего стиля иммортала? Милый дом Именно дом Милый дом Младший редактор только приступил к работе Но отныне он тоже часть нашего дома Верно? И мы должны поддержать его Я поняла Глупо было ожидать, что у талантливого человека обязательно будет легкий характер Я сделаю все возможное, чтобы работать с ним и постараюсь успокоить остальных Так-то лучше, моя дорогая Джоин Опять ты меня задобрила Я вернусь к работе Джоин Дом, милый дом Брат Лин Хау, будь осторожен Здесь повсюду пыль Если не один из нас, то кто тогда? Уже скоро дедлайн по 20-му юбилейному выпуску А нам теперь нужно все начинать с нуля? Смогу ли я снова выйти замуж? Такими темпами мой муж скоро меня бросит Сестра Ялин Раста замужем Разве уже не выбралась из этого океана страданий? Если младший редактор и дальше будет таким, как нам жить? Да, это верно Если слова такие жестокие Он же только прибыл из океана Что в нем такого потрясающего? Но я не думаю, что его слова были неправильными Вонючий сопляк, поддерживаешь чужака? Может быть, его слова были жестокими, но у журнала и правда есть проблемы Но это ведь не только наша вина, верно? Конкуренция сейчас очень жестокая Я считаю, что быть вторым это уже очень хорошо для нас А я думаю, что младшему редактору больше всего в нас не нравится Именно наше отношение к текущей ситуации Чрезмерная уверенность в своих силах И удовлетворенность своей работы Второе место, разве мы работали для этого? Мы работаем на крупнейшего дистрибьютора страны У нас лучший источник финансирования Но мы ничего для этого не сделали Верно? Что ты сказал? Мы ничего не сделали? Хорошо, сделали Но даже если твои доводы обоснованы, это не дает права ему оскорблять нас Правильно Брат Линьхау Похоже, ты и раньше никогда не страдал Объясни Неважно в какой компании, даже при минимальной конкуренции Многие проходят через это каждый день Просто наше плавание было слишком спокойным Следовательно, мы должны смириться с его характером Он выполняет свои обязанности Его обязанности? Дай ему пару крыльев, и он тут же улетит на небо Я пойду дальше отбирать одежду Давай Я не так хороша, как ты Я тоже вернусь к работе Я тоже буду переделывать свое предложение Предатель, сделай мне чашку кофе Давай вернемся к работе, пошли Чарли Ты попила кофе? Да Можешь сделать еще одно? Хорошо Давай Сестра Джуин? Сестра Джуин? Мне очень жаль, что так получилось Это никак не связано с тобой, глупышка Я сварила для вас кофе Спасибо Не за что Скажи всем, чтобы работали непринужденно, несмотря ни на что Хотел спросить Ты в порядке? Все хорошо Я беспокоилась за тебя Эй Пошли О Сяуэр Как ты сегодня? Не такими я представляла свои рабочие дни А ты думала, что все будет как в сериалах? Не зацикливайся на этом Лучше подумай, почему ты хотела получить эту работу Чтобы моим родителям не нужно было за меня беспокоиться Я должна пройти через это Эрик Это место – настоящий хаос А с чем именно у тебя проблемы? Лихо и Дженнили, Мортал? Конечно, я про журнал Я больше беспокоюсь за твоих работников, чем за тебя Пока Да погоди Ты даже не рассказал, как проходят твои поиски любви Поиски любви? Ты снова смотришь мыльные оперы с женой? Между прочим Это очень забавно Я просто знаю, что кое-кто не собирался задерживаться в Китае Даже если ему пришлось бы принять все последствия И все это не из-за лиху и Дженни? Временами я думаю Кто я теперь для нее? Лучший друг детства? Или просто забытый старый друг? Это нормально Просто позаботься о журнале А потом иди и сделай то, что должен Я же не могу следить за женщиной, верно? О, мой бог Только не говори мне, что ты и правда об этом думал Я вешаю трубку О, боже Мне следовало бы показать твоим подчиненным, какой ты сейчас Это позволило бы им почувствовать себя отомщенными Иногда я и вправду скучаю по временам, когда мы работали вместе Работники не прилагают усилий, чтобы добиться прогресса А стажер здесь безнадежный Из пяти заданий три делает неправильно Ты даже беспокоишься за стажера? Ты думаешь, я хочу? Ее тоже зовут Ли Хуэй Дженни Как только произносят ее имя, я непроизвольно обращаю на нее внимание Что? Бай Хау Юй, похоже Ли Хуэй Дженни тебя околдовала Для тебя в этом мире есть два типа людей Ли Хуэй Дженни и все остальные Джо-Джо опять раскрыл все события, связанные с парижским показом МОД Блогер, который внезапно стал знаменитым То Джо-Джо, я его обожаю, красивый и умный Обычно СМИ оставляют некоторые события в тайне Но он наоборот сообщает о них все сразу Какой теперь смысл делать об этом репортаж? Мне остались одни крошки И это через пять часов после первого показа Слишком быстро А у нас осталось только 12 дней Что делаешь? Брат, ты знаешь, как усердно я работаю? Я знаю, знаю Все еще на стороне чужака? Я был неправ Линь Хау, ты отпечатал статью о парижской МОДе? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ шоу. Узнай все о модных шоу в этом сезоне. Да. Хочу изменить фотообложки и постера для наших ближайших выпусков во Франции и Бразилии. И распространить их на модном показе. Сообщите об этом отделу. Но мы никогда не получали ресурсов от нашего международного отдела. Вам не нужно общаться напрямую. Пусть руководители международного отдела сделают заметки. Рынок очень насыщен. Он может быть увеличен только в нашей области. Начните с этой точки. Вы поняли? Поняла. Шевелитесь, шевелитесь все. Помощник редактора довольно талантлив. Он неплох. Так вот, что ты за человек. Утром ты говорил, что он может убираться обратно. Байхао-йой удивительный. Он на самом деле заботится о брате Линхао. Спасибо, что проводила меня домой. О боже, что с твоими волосами? Это из-за дождя. Тебе нельзя рассказывать об этом остальном. Это наш секрет, хорошо? Хорошо. Секрет. Секрет. Это наш секрет. Дождь закончился. Я его ненавижу. Каждый раз, когда идёт дождь, мои волосы выглядят, как после взрыва. Это как цветы в саду. Они цветут, когда идёт дождь. Цветы красивые, но когда мои волосы вьются, это выглядит ужасно. Ты красивее, чем цветы. Цветы красивые, как цветы. Сейчас здесь идет дождь. Я вот думаю, что дождь в Дании делает с твоими волосами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сауэр! Сауэр! Что с тобой случилось? Дождь идет, я просто занесла цветы внутрь. Почему-то стало такой, просто перенося цветы. Дождь снаружи совсем не сильный. Я просто вспотела. Нечего, нечего. Почему ты так вспотела? А, это... Это... Я выполняю новые виды упражнений. Поторопись и прими душ, я пока что-нибудь приготовлю. Ты хочешь есть? Конечно. А это что такое? Где? А, я немного испачкалась, пока двигала цветы. Так ты еще собираешься ужинать? Да. Или мне не следует? Ты собираешься есть? Конечно. Зачем же еще я буду готовить? Хорошо, тогда я тоже буду. Поторопись и прими душ, не простудись. Поторопись. Хорошо, я скоро буду. Что с тобой? Что с тобой? Почему сегодня ты так мало говоришь? Я должна уволиться. Ты здорова, Лихуи Джейн? Бай Хауи даже не смог тебя узнать. Но будешь дергаться постоянно, будешь разоблачена. Ты знаешь, как трудно попасть в такую большую компанию. Ты хочешь уволиться из-за такой мелочи? Как ты можешь называть это мелочью? Мне приходится постоянно врать. У меня на сердце лежит огромный камень. Все настолько серьезно. Я действительно не хочу, чтобы он был таким, как раньше. Я думала, что он был единственным, кто не может принять реальность. Но оказалось, что единственный, кто не может принять эту ситуацию, это я. Я действительно не могу принять, что я должна делать это снова и снова. Я должна постоянно проходить мимо, врать ему, а потом... Тогда расскажи ему прямо сейчас. Рассказать ему что? Скажи, что ты врала ему. Что я врала ему. Что мы обе ему врали. Скажи, что ты настоящая Лихуи Джейн. Тогда чего ты хочешь? Я не могу заставить себя сказать это. Просто откройся ему. Что такого, что нельзя сказать? Просто расскажи ему все. Если он сможет принять это, замечательно. А если не сможет просто забыть о нем? Кроме того, тот, кто ошибся, это он, а не ты. Ты просто... Ты просто не хочешь его разочаровывать. Вот почему ты создала эту милую ложь. Ты правда так думаешь? Ты думаешь, что это просто милая ложь? Конечно. В любом случае, это он ошибся первым. Ты просто не хочешь разрушать его воспоминания о тебе. Это правда. Если я расскажу Хоуи Юю, что я та, кого он ищет, как думаешь, что он подумает? В любом случае, прямо сейчас я ужасна в его глазах. Если я скажу это, то мы можем потерять наше прошлое. Я правда не знаю, помогла ли я Хоуи Джейн сделать что-то хорошее или что-то плохое. Сяо Тяо, подойди на минутку. В чем дело? Сяо Тяо! Да что такое? Бай Хоуи Юй прислал мне письмо по электронке. Посмотри. Хоуи Джейн, у тебя все хорошо. Хоуи Джейн, у тебя все хорошо? Я отправлял тебе много СМС, но ты не ответила. Я очень беспокоюсь за тебя. Сегодня здесь идет дождь. А как в Дании? Мне очень интересно. Ты ненавидишь дождь, но решила учиться за границей именно там. Дожди там идут очень часто. Ты уже привыкла? Перестань прятаться. Жду твоего ответа. Я скучаю по тебе, Хоуи Джейн. Что нам делать? Мне было так трудно принять решение, а он присылает мне такое письмо. Как я должна реагировать? Дай-ка. Хорошо. Ты должна принять решение. Мы должны сделать это раз и навсегда сразу все утрясти. Давай. Хорошо, готово. Прости, что поздно ответила. Я устроила здесь очень хорошо. Мне действительно нравится Дания. Я встретила здесь много друзей. Занти, который ты мне дал, очень полезен. Больше я не боюсь дождя. Ты действительно отозлала это? Все ли будет в порядке? Что такого, если это не сработает? Это единственный способ, чтобы ты не сошла с ума. Я не особенно беспокоюсь. Это идеально. Я думаю, что... Но теперь мы добавили ложь. Поверх другой лжи, а потом другая ложь, и еще 100 лжей, чтобы скрыть эту... Тебе не кажется, что теперь это стопроцентная ложь? Что тогда ты хочешь делать? Я же говорю тебе. Прямо сейчас мы должны убедить его, что ты уехала из страны. И что живешь там хорошо. Таким образом, даже если он найдет много лиху Эйджин, он просто будет думать, что это незнакомцы с таким же именем. Так что тебе не придется беспокоиться каждый раз о том, чтобы уволиться. Я думаю, ты права. Тебе не кажется, что ты опаздываешь? Ой, верно, я не могу опять опоздать. Я думала, что ты больше беспокоишься за свою работу. А что он имел в виду под СМС? Что? Какий СМС? Он спрашивал, получила ли я его СМС. Я ничего не получала. Может, они были удалены как спам? Ты же знаешь, что я с ним не связывалась. Неужели я тоже начинаю стопроцентно врать? Чего я боюсь сейчас? Почему я должна это делать? Станет ли это началом стопроцентной лжи? Я сделала это ради Джен Эр. Я не хочу, чтобы Джен Эр беспокоилась еще больше. Эй, что ты делала всю ночь? Выглядишь так, будто можешь заснуть стоя. Было так тяжело найти работу. Доброе утро, Лени Му. Доброе утро. Было так тяжело найти работу, но теперь мне придется уволиться. Как я объясню это родителям? Чарли! Что ты делаешь? Съешь немного конфет. Почему ты такой странный? Почему ты заставляешь меня выбирать конфеты? Впереди рабочий день. Разве не нужно зарядиться энергией? Зарядиться чем? Точнее, по твоим словам, я должна здесь работать? Ты такой непонятливый. Иди сюда. Посмотри на меня. Ты не собираешься выбирать? Нет? Тогда я буду кричать. Чарли! Ладно, давай. Ну что? Как на вкус? Как на вкус? Так как на вкус? Как стиральный порошок. Твоя конфета должна быть просроченная. Стиральный порошок? Я должен это записать. Ярко-розовый цвет. Вкус стирального порошка. Спасибо, Чарли. Это божественные конфеты. Каждая имеет свой вкус. Теперь буду тебя беспокоить, чтобы ты попробовала все. Ты что, болен, что ли? Ты кладешь ее в мою сумку. Зачем ты заставил меня пробовать эти странные конфеты? Просто жизнь, как конфеты. Мы никогда не знаем, какой вкус будет следующим. Вот, попробуй снова. Я тебе говорю, выбери красную. Она точно будет вкусной. Давай выберу одну. Ты похож на уличных аферистов. Ты... ты... Если бы не ты, у меня была бы легкая работа и хороший начальник. А теперь... Что я здесь делаю? И ем эти конфеты тоже. Что за вкус? Вкус перца. Не клади ее в мою сумку. Ты просто ужасен. Я никогда раньше не видела таких людей, как ты, делающих из страданий людей развлечения. Брат Линьхау. Он тебя обидел? Он заставил меня съесть странные конфеты. Бывают странные конфеты. Держи, держи. Хочешь одну? Зачем ты обижаешь стажера? Она слишком милая. Да, слишком милая. Все люди из-за дела редактирования. Менеджерся. Подождите. Что такое? А вы не заметили, что колесико сломано? Вы собираетесь отдать это нашему гостю в таком виде? Извините, менеджерся. Я буду внимательнее. Вы должны быть осторожнее в следующий раз. Да. Идите. Не забудьте все исправить. Потом отдайте его гостю. Доброе утро. Доброе утро, сестра Хансиуэ. Вы двое играете? Да. Мы оделись одинаково. Что? Я только что купила это в магазине. Твой явно куплен через интернет распродажу. Да, все верно. Ты права, она была такая дешевая. Неплохо. Думаю, рубашка Хуя Джинь лучше. Брат Ленихау, что с твоими глазами? Заполучить мой наряд было очень сложно. С ее квалификацией. Разве она может сравниться со мной? Одежда зависит от настроения, верно? Нет такой вещи, как дорогая одежда. Настроение это модно? Нет дорогой одежды? Настроение это модно? Такая классная фраза. Я не могу поверить, что вы мужчины. Эй, брат Хау, посмотри внимательно. Рубашка Хансиуэ. Отличается от рубашки Хуя Джинь. Посмотри здесь и здесь. Верно. Она слишком большая. Я здесь. Швы такие заметные. И она такая мятая. Боже мой, ты все еще думаешь, что они одинаковые? Хансиуэ, я видела твой наряд в магазине. Он стоит больше тысячи долларов. Да. Он не такой дешевый, как у нее. Я купила его, когда были скидки. Почему вы двое в одинаковой одежде? Нет, нет. Это неправда. У сестры Хансиуэ красивее, чем у меня. Они не одинаковые. Я купила свое на онлайн распродаже за 65 долларов. Это было очень дешево. А твоя сколько стоила? Намного больше, чем у нее. Тогда ты отдала слишком много. Попроси Хой Джен помочь тебе с покупкой одежды. Она знает, где искать. Верно. Менеджер Ся. Это от гостей, которым вы помогли отремонтировать чемодан. Они сказали, что очень благодарны. Тут даже открытка есть. Такие вежливые. Спасибо. Нет проблем. Алло. Аллоха, мистер Бай. Время для обеда. Так, в чем дело? Так вы не хотите угостить свои трудолюбивые маленькие цветочки вкусным обедом? Почему я должен их угощать? Очевидно, что вы были в Америке слишком долго. Китай отличается от Америки. Угостить коллег обедом – лучший способ, чтобы укрепить добрые отношения. Если хотите, чтобы лошадь бежала быстрее, то вы должны позволить ей поесть досад и травки. Хорошо. Я понял. Мистер Бай, я могу помочь вам только в этом. Но всё. Вы трослюня? Господи, что? Такой белый. Немного подгорел. Такой вкусный. Ты можешь думать о чём-нибудь, кроме мяса? Можем мы поесть что-то хорошее? Брат Эму, как ты думаешь, что нам следует съесть тогда? Верно. Дайте подумать. Проблема в том, кто будет платить. Брат Хау, угости нас! Брат Хау, угости нас! Угости нас! Тогда пойдёмте есть с Ашами. Мне это нравится, потому что твоя зарплата больше… Твоя зарплата больше, чем у нас. Это верно. Нет, нет, нет. Ну же. Нет, нет, нет. Я не иду. На ней нет пароля. Теперь мы знаем, что такое великодушие. Спасибо, мой господин младший редактор. Спасибо, младший редактор. На собрании вы больше молчите. Но сейчас так разговаривались. Я голоден. Чего мы тут стоим? Младший редактор нас угощает. Давайте поторопимся и поедим. Сашими. 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 Я не пойду. Я надеюсь, что вы не задержитесь. После обеда используйте эту энергию для работы. Что он делает? Как грубо. Тоже мне выставил всё так, будто у нас нет денег на еду. Я не пойду. Не хочу потерять самоуважение. Я тоже не пойду. Вы не хотите, чтобы кто-то платил? Почему вы все не идёте? Тогда ты. Забудь. Я тоже не пойду. Тогда, брат Линьхао, ты всё ещё собираешься пойти? Я думаю, мы должны выбрать самоуважение. Тогда мы не пойдём. Тогда ладно. Что вы делаете? Что вы делаете? Вернитесь. Заявление на увольнение? Ты сошла с ума? Я уже написала его и положила на стол директору. Значит, все мои слова вчера были напрасные? Я что, играла на цитре с коровой? Даже корова умнее тебя. Легко говорить тебе, но я не могу не признать, что здесь на меня слишком много давления. Я возложила на тебя столько надежд. И теперь, когда мы с тобой совсем разобрались, ты хочешь уйти? У тебя просто свинячьи мозги. В эту компанию так сложно попасть. Так много людей хотят там работать. Но я правда не хочу здесь больше оставаться. Я думала, что была хороша раньше. Но сейчас я чувствую, что совершенно не справляюсь. Понимаешь? Бай Хао Юй. Ты знаешь, что Бай Хао Юй был когда-то для меня особенным другом. У нас есть воспоминания, которые принадлежат только нам. Но прямо сейчас я... Но прямо сейчас я очень боюсь, что эти воспоминания будут потеряны таким образом, понимаешь? Ты видела, как я раньше использовала камеры красоты? Сейчас это выглядит так, будто ты перенесла все воспоминания через эту камеру. И приукрасила все эти воспоминания до невозможности. В действительности ваши воспоминания совсем не так совершенны. Ты просто их приукрасила. Три месяца. Все, что тебе нужно, это потерпеть три месяца. Когда ты станешь официальным сотрудником и сможешь вернуться в свой отдел. Только не говори мне, что ты не в состоянии потерпеть три месяца. Вместо того, чтобы прятаться, я могу быть откровенной. Вот что Ли Хуи Джин должна сделать. Ты доведешь меня до смерти. Алло. Сияющий ювелирный дом приветствует вас. Могу я вам чем-то помочь? Я просто смотрю. Хорошо. О, мой бог, снаружи так жарко. Госпожа Вивиан, внутри намного легче. У вас все хорошо. Вы такие красивые сегодня. Такие красивые. Вы не говорили, что придете. Я пришла просто взглянуть. Я хочу увидеть вашу новую продукцию. Комната ВИП сейчас занята. Не страшно? Я присяду здесь, пожалуйста. Расслабся, ладно? Я очень расслабленный, счастливый человек. Шопинг. Лучше всего. Здравствуйте, Вивиан. Ваш кофе? О, спасибо. Ты такая заботливая. Алло. Племянник, почему ты звонишь мне только сейчас? Как твоей тетя? Почему это так сложно? Пригласить тебя на ужин. Что такое? Как дела в главном офисе? Хорошо, хорошо. Я уже послушала тебя. Я не узнала тебя. Как ты и просил. Как насчет этого? Можешь пообедать со своей тетей сейчас? Хороший мальчик. Хороший. Тетя любит тебя. Увидимся. Это очень удобно, иметь всего одного наследника в семье. Мне придется стоять в очереди, даже принимая гостей на ужин. Госпожа Вивиан, комната ВИП свободна. Сюда, пожалуйста. Хорошо. Простите, что заставила вас ждать. Все в порядке. Тетя. Племянник. Может ли Сын Президента действительно быть в нашем? Мой будущий бейфренд наконец-то появился. Спасибо. Не за что. Давайте мне это. Я смогу выйти этим путем? Да, просто езжайте туда. Вы можете выйти там же, где и вошли. О боже, боже. Вы плохо работаете, но вещи покупаете быстро. Я не хотела покупать этот хлам. Почему вы все время обращаетесь со мной подобным образом, младший редактор? Боже мой, как неловко. Младший ред... Младший редак... Извините, извините. Извините. Боже, почему она не двигается? Извините. Ничего страшного. Младший редактор, младший редактор. Младший редактор. Ну что теперь? Вы в порядке? Вы ударились головой снаружи. Боже мой. Это движение по-прежнему как у толстяка Ю. Ты хочешь еще что-то сказать? Надеюсь, вы будете осторожнее и не ударитесь головой снова. Ты не только таскаешь бесполезные вещи, но и много говоришь бесполезных слов. Мне нужно многое вам сказать, пожалуйста, подождите минутку. Я должна многое вам сказать. Во-первых, ошибка в тот день в фотостудии – это моя вина. Мне очень жаль. У меня нет времени это слушать. Но вы не можете винить в этом только меня. Надеюсь, вы проясните для себя несколько вопросов. Я не хотела работать в отделе редактирования, они просто настояли, чтобы перевести меня. Я сказала вам с самого начала, что я не понимаю, как работает ваш отдел. Я работаю здесь всего пару дней. Как новичку, мне, конечно, нужно время, чтобы ко всему привыкнуть. Я усердно работаю, но вы продолжаете утверждать, что я нетрудолюбива, это несправедливо. Кроме того, иногда ваши слова очень обидные. Возможно, вы этого не осознаёте, но это правда. Хватит бессмысленных разговоров. Я хочу сказать, что с вами так тяжело разговаривать. Вы понимаете, что издеваетесь над людьми. Отдай мне свою игрушку. Ты отдашь её или нет? Отдай её. Нет. Перестаньте. Хао-йо, и ты в порядке? Всё нормально. Как вы можете запугивать своего одноклассника из-за игрушки? Мы просто с ребятами дурачились. Так нельзя делать. Вы не можете так с ним обращаться. Если вы обидите его снова, я расскажу учителю. Хао-йо, держи, ты в порядке? Спасибо. Я в порядке. Пошли, поедим мороженое. Хуэй Джейн? О нет, о нет. Моё воображение становится реальностью. Мог ли это быть вещь и сон? Ты ли хуэй Джейн? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...